Установка объектива Calinar 5N оснащенного дуванчиком Лушникова в камеру Nikon. На объектив Calinar 5N уже наклеен дуванчик Лушникова. Теперь нужно его установить в камеру и запрограммировать. Для этого мы совмещаем красную точку на объективе с белой точкой на камере. Совместили, утопили объектив и повернули против часовой стрелки. Если вы замечаете, что при установке объектива возникают какие-то препятствия, не продолжайте его установку, иначе вы сломаете дуванчик, а гарантия на механическое повреждение дуванчика вашими руками не распространяется. Итак, мы установили объектив, теперь нужно его запрограммировать. Как видите, в данном случае у нас показывает, как и во всех новых дуванчиках, значение диафрагмы 2.8. Для того, чтобы запрограммировать полностью весь диапазон диафрагм, нужно войти в режим программирования. Для этого мы делаем последовательно три кадра на выдержках 1, 5 и снова 1 секунда. Сейчас у нас стоит 1 секунда, делаем кадр. Отрабатывается. Выставляем 5 секунд. На некоторых тушках нет возможности выставить 5 секунд, значит нужно восстанавливать 6 секунд. Ждем, пока отработается экспозиция в 5 секунд. Экспозиция отработана. И мы снова устанавливаем экспозицию, то есть длину выдержки в 1 секунду. И делаем кадр. Как видите, значение диафрагмы в камере начинает меняться. Но это не значение диафрагмы, а наименование функции. Мы должны дождаться, когда снова появится значение 2.8. И сделать кадр. Значение диафрагмы теперь начинает меняться от 1 до 64. Мы ждем, когда это значение снова будет 2.8, то есть соответствует самому широкому значению диафрагмы на нашем конкретном объективе. Как только появится значение 2.8, мы снова сделаем кадр. 2.5, 2.7, 2.8. Все, как видите, движение диафрагмы по кругу прекратилось. Это значит, что мы запрограммировали значения на нашем объективе соответствующими самому широкому, самому открытому значению диафрагмы 2.8. Для того, чтобы ввести самое узкое значение диафрагмы и тем самым прошить в одуванчик весь диапазон, нам нужно сначала выключить камеру, снова ее включить и опять сделать последовательно три кадра с длиной экспозиции в одну, в пять и снова в одну секунду. Что мы с вами и проделываем. Снова одна секунда. 5 секунд. И снова одна секунда. Как видим, значение начинает снова меняться по кругу и нам нужно дождаться значения 40. 20, 40. И снова нажать кадр. И теперь мы должны дождаться, когда на дисплее нашей камеры возникнет самое узкое значение нашей диафрагмы, которое для данного объектива соответствует значению 22. Как видите, значения, которые показывает дисплей камеры, меняются последовательно, то есть линейно. 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 и так далее. Это называется линейное изменение диафрагмы. На советских объективах и в том числе на калинаре 5n значение диафрагмы нелинейное. То есть это означает, что мы можем выбрать только то значение диафрагмы, которое выставлено на нашем объективе. В данном случае есть значения 2.8, 4.5, 5.6 и так далее. Промежуточных значений в нашем объективе нет. Именно этим отличаются объективы с линейной диафрагмой, так называемые современные электронные, и объективы, так называемые нон-АИ, не имеющие линейной диафрагмы. Итак, мы с вами ждем, когда на нашем дисплее загорится значение 22. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Делаем кадр. Итак, мы с вами запрограммировали значение диафрагмы 22. Выключаем камеру, снова ее включаем, крутим колечко выбора диафрагмы и удивляемся. Как видите, диафрагма у нас начала меняться. Для того, чтобы диафрагма менялась не только в камере, но и отрабатывалась на вашем объективе, кольцо диафрагмы на объективе должно быть всегда в крайнем положении. То есть для объектива Kalinar 5n это значение соответствует диафрагме 22. Продолжение следует... Продолжение следует...